Настюшка поделилась, вчера покупала на вот эти вкусняшки. Смотрю кино и место попкорна. Поднимаем себе настроение таким вот образом. Фильм называется Ловушка времени. Я его давно смотрела. Смотрю опять. Привет, мои хорошие, доброго времени суток. У нас утро. Сегодня поле идет первый день в лагерь, поэтому я очень рада. Держи нас тут, одевайся. Мы собираемся. Не знаю, когда за очками съездить, потому что это город Реос, туда нужно ехать. Планировала сегодня так первый день в лагерь поле едет, поэтому я не знаю. И Настю надо в час забрать. Я боюсь, что я, если поеду, я не успею забрать Настю. Поля-то в самом же дайте, а вот Настю... Поэтому сейчас вот сегодня, наверное, все-таки не поеду за очками. Да? Расчесывайся, Настюш. А завтра, может быть, Настю не поведу в лагерь, с ней поедем. Даже не знаю, что мне делать. Завтра бассейн. А, завтра бассейн надо идти. Расчесывайся, пошли быстрее. Так вот и живем. Вообще утром вот просыпаюсь, вы не поверите, я не высыпаюсь. Хочется спать, но я понимаю, что если я пересплю, у меня может болеть голова, поэтому встаю, хочешь не хочешь. Короче, не высыпаюсь и ложусь поздно. Так что, надо сегодня привести себя в порядок. До сих пор не могу с ногтями ничего сделать. Лак опущился. Помните, я вам говорила, обущился лак. И вчера, вот не поверите, просто не было на это время. Не знаю, чем занималась, а у меня болела вчера голова, я вот этот фильм посмотрела. Кстати, про тот фильм я его давно смотрела. Ну так, конечно, я такие фильмы не люблю. Вообще, я люблю смотреть фильмы. Это такие вот про любовь, мелодрамы. Да. Не знаю, вчера выскочил, думаю, это посмотрю, в принципе. Посмотрела, ну вот такое, никакое, короче. Лишь бы время куда деть. Пуля там сушит волосы, все выключается. Пришли мы с Поля из лагеря, думали, как нам забрать очки и придумали. Мы сейчас сидим на автобусной остановке, ждем автобуса. Лагерь пропускать нам не хочется, поэтому мы решили поехать после него. И сейчас сидим, ждем, пока приедет автобус и будем забирать наши очки. Мы сидим, автобуса нет, я вообще думаю, что его может и не быть. Потому что сейчас понедельник после школы. Тем более сейчас время, сейчас сколько у нас время, кстати, 25 минут четвертого. Возможно, они не ходят, я не знаю. Мы будем надеяться. Возможно, хоть бы уехать, потому что мы будем. Выглядываем автобус. У нас идет такой ливень. Мы только зашли, забрали очки. Бонита, бонита, она бонита. Красавица ты наша. Мы только забежали, и начался вот такой ливень. Мы заскочили в стеде, взяли два зонта. Вот такие. Ну и пластилин, Настя, 255 пластилин. Плюс два зонта по три. И чубачуксы. Да, чубачуксы, да. Так же вам без чубачуксов. Вот. И вот так стоим мы, прячемся, ждем автобус, который приедет аж в 5 часов. У нас уже закончился дождь, а мы до сих пор ждем автобус. Вроде в 5 часов он должен выехать с автовокзала. Приехать на эту установку. Дай бог, конечно. Чтобы так и было. Сидим. Все, мы уже приехали. Слава богу, приехал автобус. Просто мы не с автовокзала садились, а с другой остановки уже в этот раз. Мы в Риос. Я снимала недавно, ехали, заказывали очки. В этот раз забрали только Полины на очки. Настине сказали нам, в общем, на электронную почту скинуть. Все сообщения они любят скидывать только на электронную почту. Вот очень распространено это в Испании. Что по поводу школ. В общем, все-все у них идет через электронную почту. Будем ждать. Придется ехать обратно. Поэтому мы садились снизу автобус, а с остановки переживала я, что туда автобус может или не прийти на ту остановку, или же не остановиться, поехать дальше. Что есть, был немного строг, но все, слава Богу. Теперь я буду знать уже, что остановка, она действительно такая, что можно уехать оттуда. Вот. Ну, что еще вам расскажу. В общем, вспомнила, что Поля сегодня первый день пошла в лагерь. Мне очень-очень понравилось. Она такая довольная пришла, говорит, ну, отлично, потому что, ну, будет какое-то разнообразие летом. Всего лишь на месяц в поле и два месяца будет лагерь у Настеньки. В общем, вот такие дела у нас. Пришлось купить же два зонтика по 3 евро. Заскочили. Хорошо, что там был рядом магазин Тедди. Там недорогие цены. Значит, в Реусе, вот буквально же мы были в Тарагоне, и вот в Реусе сравнила цены. 3 евро и в Тарагоне 2 евро. Все-таки Тарагона на первом месте. Цены дешевле. Не везде одинаковые цены в Тедди. Я так, кстати, и замечала, потому что мы первый раз, когда заказывали, очки туда забежали. Я там не стала ничего покупать. Я увидела, что... Сейчас я вам покажу. Полик купили, чтобы она вещи туда складывала. Но она любитель вот всяких там ящичек, да. Мы же один отправили, уже я покупала в китайском такой вот с крышечкой. Ну, такой ящик он складывается. Ну, как трепчаный такой, да. Сейчас покажу, какой мы купили за 2 евро. Тот, который китайским мы отправили. С китайского он стоил 6 евро. Вот такой большой был с крышкой. А этот за 2. Сейчас покажу. Вот такой этот ящик. Сюда еще ложится картонка на низ. Ну, и так, в принципе, вот имеет льно. Но еще плюс картонка. Но он имеет какой-то такой запах специфический. Я бы постирала вчера, но все равно. Оль, вот этот вот ящик твой. Я бы постирала, но запах отсюда не уходит. Я не знаю, какой-то запах появился. Он был или нет? Но запах вот такой специфический. 2 евро. А в том-то эти, в Риосе, 3 или 3,50 даже. То есть все-таки дорогой на первом месте. Ага, скидки появились в Примарке, в Заре, в Страдивариусе. Мы заходили, курточку зимнюю, плащ можно купить за 20, за 25, да, Поль? Поль, а так и дело купить. Настя расплакалась. А, Поль, покупаешь? Мне не покупаешь. Когда мы по 5 евро выделяли, я хотела. Мы же зашли туда. Вот, я нашла Поль. Так хотелось купить, я не знаю. Настя не дала. Потому что, ну как ты? Поль купят, а ей нет. Ну, в общем, придется, наверное, потом Палюш нам поехать, да? Все-таки, если будут там, Страдивариус, такие плащи классные. Они чисто черного цвета, но они качественные такие классные. Они 60 стоили, но скидки. Так что, кому нужно, посмотрите. Может быть, кто-то сможет себе что-то приобрести. Это в три раза дешевле. Очень выгодно сейчас покупать. Будут скидки в июле, в августе. Тем летом я покупала. Вот помните, я покупала тем летом в июле, в августе. Два месяца подряд ездила. Но я все вещи отправила домой. Пальто я купила в сайт тогда за 13 евро. В общем, очень много. Джинсы белые, синие, спортивные. В общем, много. Девчонок я одела тогда просто. Ой, Луна, ты что ты так храпишь так? Ой, страшно. Ну, вообще, вот так вот. Ну, все. Ну, в принципе, все нормально. У нас тут одни девчонки уже сняли квартиру за 550. Три комнаты по-нашему. Ну, так, две спальни и комната, да, это? Ну, а по-нашему три комнаты приехали. Три девочки. Вот. Так что сейчас я в поиске. Я куда только не пишу, куда только не звоню, куда только нет. А тоже в таком поиске. В общем, я надеюсь, что будет удача. Я так хочу кушать, готовить. Просто нет сил уже. Правда. Все так, как оно, так это. Ничего, буду надеяться. Если я, еще там мне должны с Риварской одной службы написать. Вот. Пообещали ответ дать насчет одной квартиры. В общем, что все, мои хорошие. Буду я заканчивать. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Вот. Ну, в общем, да, день за днем идет. У каждого свой день. У нас такой день. Вы видите, как я живу. Я тоже люблю смотреть, как живут другие. Для того, чтобы немножко, ну, сравнить, да. Чего-то же и со своей. Мне тоже это очень нравится. Вот. Такие вот дела. В общем, подписывайтесь. Ставьте лайки. Пусть у всех все будет хорошо. Потому что, знаете, сегодня я сейчас немножко отошла. Но была такая вот сегодня утром история, от которой у меня просто вот не знаю. Вот просто выбила она меня из колеи, так говорят. Просто выбила, да. Смотрите, такая ситуация. Вот я прочитала ее. Подписано на Антон Гура. В Телеграме. Кто, может быть, тоже подписан. Кто, может быть, знает его хоть немножко. Он должен в Ютубе снимать видео. И такая вот история, в общем, молодой мужчина и молодая женщина, у которой полуторагодовал ребенок, по-моему. И вот представьте, какая жуть. Его, в общем, пришли забирать, эти ДЦКшники, что ли. Получается, зашли в домчик, куда-то там вот пришли к нему, вломились. Эта женщина, его жена молоденькая, начала его защищать. Они ее убили. И вообще просто жуть какая-то его и там что-то. Я не знаю. Я просто, я тут же кинула телефон. Вот у него такая была информация. И думаю, боже мой, люди добрые. Что творится? У меня даже в голове не укладывается вот эта вся история. И давайте будем добрее друг к другу. Просто, ну, просто у меня в голове не укладывается. Иногда я смотрю какие-то вещи по новостям, да? У меня не укладывается ничего в голове. Просто я не понимаю. Вот. И хочется кричать, остановите землю. Я сойду, понимаете? Ну, вот что-то невероятное. Так не бывает. Бывает такого вообще. Просто не должно быть. Все, мои хорошие, давайте будем добрее друг к другу. Давайте будем оказывать помощь другому человеку, если он будет в ней нуждаться. Вот и все. Многого не нужно. Все, мои хорошие. Я буду прощаться. Удачи всем. Пока-пока. До завтра. Если что, я завтра еще сниму видео. Лунка пришла в жгонку. Все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok